Добрый день, мы очень рады увидеть вас в нашей студии, здесь, на Петербургском международном экономическом форуме. Расскажите нам о проекте, о том, что предстоит, то, что уже сделано. Добрый день, меня зовут Анатолий Алексеев, очень приятно быть у вас в студии. Собственно, я генеральный директор фонда, который является оператором форума «Открытые инновации». Форум будет в этом году проходить второй раз. В предыстории форума был проект «Роснаннотех», который делался под председателем Анатолия Борисовича Чубайса. И к четвертому году проведения форума, пару лет назад, мы подошли к тому, что «Роснаннотех» стал объединять не только повестку нанотехнологий, вокруг мероприятий собралось много игроков инновационной экономики России и международных игроков инновационной экономики. И мы подошли к тому, что институтам развития нужно объединяться и делать общую площадку про инновационное развитие, про технологии, про инновации и про переход от экономики средних секторов к экономике знаний. Знаете, про это очень много говорится, уже не первый год, не первый экономический форум Петербургии. Да, очень много форумов, очень много площадок. Но опять же, я слышала вчера, были такие разговоры о том, что инвесторы уже устают от термина инновации, о том, что просто много об этом говорят, но очень как-то мало делается. Что конкретно вы можете по этому поводу возразить? Да, это правда, термин девальвации очень сильно, термин инновации очень сильно девальвировал себя, очень много разговоров вокруг этого. Форум открытой инновации, в том числе, благодаря такой конъюнктуре на это слово, мы решили сосредоточить строго вокруг технологических инноваций и хай-тека. И говорим на форуме только о трендах технологий, где какие челленджи в ближайшее время произойдут, какие отрасли или какие прорывы позволят перераспределить традиционные отрасли экономики, переформируют экономику как российскую, так и глобально, каким-то иным образом. Действительно очень много говорится, и мы на самом деле продолжаем дело, которое делают питерские форумы, как выполняем друг друга, потому что и на питерском форуме поднимается очень много вопросов инновационного развития, экономики знаний, основных факторов ее формирования и так далее. Для себя мы сформулировали более глобальных вопросов первого дня повестки, когда это обсуждается при входе на второй день, более практически. Для нас очень важна встреча лидеров и как раз инновационных команд и представителей стартапов. Мы в этом плане форум позиционируем, у нас меньше статуса, но больше возможности встреч малого бизнеса, вот такого бизнеса в сфере высокотехнологичного предпринимательства и встречи первых лиц. Более того, мы основной акцент повестки и привлечения участников делаем на зарубежные страны, на делегации зарубежных стран для того, чтобы обмениваться опытом и вовлекать иностранные аудитории, в том числе в международное сотрудничество по инновациям. Не секрет, что на глобальном рынке финансовый кризис, и у России сейчас есть хороший шанс. У нас есть федеральные целевые программы инновационного развития, есть деньги, и государство готово привлекать в том числе иностранных участников этих процессов от консультирования до вовлечения в реальные и конкретные проекты, причем как на федеральном, а на региональном уровне. И в рамках форума мы планируем проводить ряд встреч, естественно, российских лидеров и федеральных министров, которые отвечают за инновационные программы развития отраслей, и регионы, и губернаторов, встречаться конкретно с бизнесом и обсуждать возможности привлечения российского бизнеса, предпринимательского сектора, для участия в диалоге, для формирования новой среды. А какие регионы сегодня, скажем так, в лидерах по активности? Калужский регион, Ярославский регион, безусловно, Республика Татарстан, безусловно, Северновский регион, Ставропольский край. Ну, это, наверное, пожалуй, лидеры. Это кластеры такие лидирующие, да, у нас в России? А среди иностранных делегаций, с чьей стороны больше интерес? Азия сейчас ведет впереди, да, или Европа все-таки? Вы знаете, если говорить непосредственно о форуме, то в этом году у нас две страны партнеров Франции и Финляндии, и это будет сопровождаться визитами премьеров обеих стран на наш форум, и также они формируют делегацию из представителей высокотехнологичного малого бизнеса, представителей институтов, которые формируют инновационную среду, технопарки, и также государственные чиновники, министр образования, министр экономического развития или инновационного развития. Вчера была дискуссия, на которой говорилось, что у нас в России самый большой процент нобелевских лауреатов среди всех стран БРИКС, вместе взятых, если их так вместе сложить, у нас стопроцентный уровень образования у всего населения, но при этом уровень имплементации этих знаний крайне низкий, да, и это самая будет главная проблема по поводу того, чтобы внедрять инновации, это только одна из главных вещей, да. Вот здесь, скажем так, через какое время, да, это будет проблема решена, вот по вашим прогнозам? Ну, я как-то кого прогноз дать не могу, действительно, в России есть дефицит стыковки прикладной науки и бизнеса, да, но при этом есть хорошие проекты на базе МФТИ, да, и биофармацевтический фармкластер Северный, собственно, в городе Белгородном, где сейчас реализуется как раз возможность формирования на базе МФТИ прикладной и научной лаборатории, да, которая будет непосредственно заниматься уже разработкой и фармацевтическим бизнесом. У России есть хороший шанс, поскольку так или иначе мы все-таки смогли сохранить фундаментальную науку, да, и сейчас во всем мире это становится проблемой, что центров именно фундаментальной науки в мировом распределении достаточно мало. И есть такая гипотеза, что за последнее время мы многие фундаментальные открытия уже проэксплуатировали, и нужно делать, необходимо стимулировать фундаментальную науку на будущий период. Более того, Америка формирует позицию, что предпринимательский фастер американский формирует позицию, что за прошедшие 20 лет мы сформировали абсолютно потребительскую науку, и все открытия были сделаны именно в рамках потребительской экономики, но глобальных прорывов, которые были, допустим, в 60-е годы, да, когда первый человек полетел в космос и так далее, этого нету. И, собственно, на форум мы пригласили Питера Диамандиса, это человек, который спустил частные полеты в космос, и он подвигает идею, что кто-то должен задуматься о том, как мы будем жить дальше через 30, через 40, через 50 лет. Есть предприниматели, которые уже прошли этап собственного финансового накопительства, и задумываются, предлагают объемам думать уже больше о будущем, о том, что вот именно в рамках нужного человечества, да, что будет происходить через следующие 10-12 лет, когда мы будем двигаться, условия дефицита ресурсов на Земле, да, там, и росту населения, что будет дальше источником ресурсов для нас. Будет Питер Диаманис, наш ключевой спикер, он будет делать просто вдохновляющее выступление, у него очень активная жизненная позиция, это то, как, собственно, что каждый из нас, от каждого из нас зависит, как мы будем мировым будущим. Да, это классное открытие, но оно, на самом деле, касается, в основном, продолжает экономику употреблений, и нам пора уже задумываться о том, чтобы было там, сделано 60 лет, да, когда думали не на уровне отдельного взятого человека, как сделать ему жизнь лучше, да, а думали о каких-то героических, продавных открытиях. И здесь Россия может стать хорошей площадкой для выработки таких. Мы пытаемся это сделать. Наша научная база. Потому что, вот как раз, когда мы формировали первую поездку форума «Открытые инновации», да, было непонятно, то есть мы сразу заявляли форум как международный, форум, который должен стать международной повесткой игроком в инновационной экономике, и формулировался такой вывод, зачем все международные инновационные лидеры поддерживают не самую, казалось бы, инновационную страну. И как раз была выбрана позиция, так что есть Азия, есть Старый Свет, есть Новый Свет, есть Америка, которые совершили определенные технологические прорывы, и, может быть, мы являемся некой центральной, срединной территорией, где можно обсуждать эти вопросы и планировать какие-то маневры сотрудничества.